Всем привет! В этом выпуске мы расскажем вам об одном из главных элементов гражданской обороны, который активно освещается в современной литературе, игровой индустрии и сфере кино. Мы побываем в одном из защитных сооружений города Москвы, узнаем, что там находится и как это работает. Здравствуйте, Алексей Сергеевич! Здравствуйте! Ежегодно 4 октября в нашей стране отмечают День гражданской обороны. Расскажите, для чего предназначена эта система и насколько она актуальна на сегодняшний день? Данная система предназначена в первую очередь для защиты населения, как в военное время, так и в мирное, от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера. Всего в гражданской обороне 15 задач, одна из которых это предоставление средств коллективной защиты населения, а именно защитных сооружений гражданской обороны. Алексей Сергеевич, а как происходит процесс приведения в готовность к защитному сооружению? Укрываемые приходят в защитное сооружение, и когда защитное сооружение заполняется, начинают закрываться двери. И это я вам предлагаю сделать самим. Давайте попробуем. Слушай, несмотря на то, что двери такие тяжелые, закрываются они достаточно легко. У тебя как? Я уже закрываю. Есть. Расскажите, пожалуйста, насколько автономно сооружение данного типа, и сколько человек, и на какой срок могут здесь разместиться? Данное защитное сооружение полностью автономно, рассчитано на 2700 укрываемых, и максимальное время нахождения в данном защитном сооружении 48 часов. В принципе, так же, как и в любом ином защитном сооружении. Алексей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся, что это за помещение? Мы находимся в помещении дизель-генераторной установки. Вот, собственно говоря, она и есть самый основной агрегат в данном помещении. Предназначена она для поддержания энергоснабжения защитного сооружения в случае, если подача электричества прекращается извне. Запускает данную установку специалист из звена по обслуживанию защитного сооружения, дизелист. И получается, везде свет появляется, да? Да, появляется свет, за счет этого работают фильтры вентиляционные системы, системы, иные системы жизнеобеспечения, канализация. Сейчас мы с вами находимся в помещении фильтровентиляционной камеры. Здесь у нас есть три приточных установки. Значит, это у нас по режиму фильтровентиляции. Это фильтры-поглотители FP300, способные пропускать 300 кубических метров в час воздуха. Каждый из них. И она предназначается для очистки воздуха от химически опасных реактивных элементов. Ну что ж, наша установка готова к работе. Предлагаю ее запустить. Пойдемте. Давайте. Ой, так много кнопочек. Куда нажимать? Нажимайте вот здесь на черную кнопочку. Сюда? Да. И наша установка заработала. Люди находятся здесь, в защитном сооружении, да? Как им понять, что можно уже выходить на поверхность? В каждом защитном сооружении предусматривается узел связи и, соответственно, существует связь с внешним миром. И при необходимости выхода, то есть, ну, если уже обстановка это позволяет, соответственно, об этом сообщается. Но при этом также, если радиационное либо химическое заражение, в защитном сооружении также предусматривается, как правило, звено радиационно-химической разведки, которая также может выйти на поверхность с установленными приборами, в костюмах защиты и разведать обстановку, можно ли выходить людям. Это в случае каких-то перебоев со связью и так далее. Мы сейчас находимся рядом с помещением вентилированного тамбур-шлюза. И сейчас у вас есть возможность пройти через двери и выйти на поверхность в составе звена авиационно-химической беременно-разведки. Игорь, мы сегодня весь день провели в защитном сооружении. И ты знаешь, лично мне уже хочется как можно быстрее выйти на свежий воздух, потому что атмосфера здесь довольно тяжелая. Да, действительно. Мы сегодня узнали очень много нового. Оказывается, защитные сооружения представляют собой очень сложный механизм. И я надеюсь, что полученные знания пригодятся нам лишь в теории и не на практике. Я с тобой полностью согласна. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok